Тысячи человек остались без крова после разрушительной грозы, которая обрушилась на республику минувшей ночью. Сегодня оперативные бригады устраняли последствия разгула стихии. По данным комитета, по чрезвычайным ситуациям к этому часу восстановлена подача электричества в большинство из обесточенных частных домов. Сводки с погодного фронта собрал Вадим Муравьев. Небо пополам, деревья с корнем, компьютерная графика от самой природы на обычную камеру мобильного телефона. Когда небо прояснилось, жители Яльчикского района снова взялись за телефоны. Эти кадры комментируют уже сами. На небе не облачко. Крыши домов сносило, окна выбивало, ворота сносило, яблони все попадали. Вот тут вот яблоня тоже сломанная, можно посмотреть. Страшный ветер, но страховые компании, конечно, выплатят. Свои компенсации. Но для соседей, для нас, живущих здесь людей, это очень страшно. Ужасный дождь. Что поделаешь? Ничего не поделаешь. Это капризы природы. Такими свои деревни увидели в нескольких районах республики. Сорванные крыши, поваленные деревья, ветер бил окна и валил заборы. Сухие цифры в официальных сводках. 28 июня были софиксированы случаи нарушения электроснабжения населения в 31 населенном пункте на территории 9 муниципальных образований. Полностью или частично без электроснабжения оказались более 4 тысяч частных жилых домов. 7 многоквартирных жилых домов с населением более 7 тысяч человек. В ликвидации последствий аварийной ситуации принимали участие 15 аварийных бригад, количество 52 человек и 11 техники. Уставшие от испепеляющей жары чебоксарцы ждали грозы, ждали прохлады. Она пришла шквалистым ветром. Сегодня ночью была ошеломляющая гроза. Не выдержала одно дерево. Сейчас оно сломало даже забор библиотеки. По прогнозу греметь, сверкать и лить будет еще трое суток. Потом африканская жара снова примется плавить асфальт и превращать квартиры в духовые шкафы. Вадим Уравьев, Татьяна Молкова, Республика.